Лариса Евгеньевна, друзья, откачь. Добрый день. Очень рада, что в такой непростой погоде вы приехали к нам на соревнования зимний фестиваль ГТО. На данный момент содействованы три единицы техники. Это тракторы, которые уже почистили полностью парковку для гостей. Сейчас занимаются нижней парковкой. Проверить подготовку спортивного парка и лыжной трассы в Одинцове к зимнему фестивалю ГТО приехали депутаты МОСО Болдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков. Погода в этот день для соревнований по зимнему экстремальная, морозная и снежная. Однако трассы и вся инфраструктура парка готовы к забегам. В такие погоды именно и проявляется спортивный характер. И я думаю, что сегодня отличный шанс всем, кто не побоялся погоды, добрался до парков, несмотря на такие заносы. Отличный шанс себя проверить в экстремальных условиях и наоборот укрепить спортивный характер. Кстати, Дмитрий Аркадьевич и сам сдавал ГТО. В его копилке достижений первый разряд. Лиза и Ульяна из Барвикинской школы в свои 9-10 лет пока не могут похвастаться такими результатами. Однако обе стремятся к первому месту на любых соревнованиях. Мне нравится участвовать в всяких конкурсах и всякие спортивные занятия. Моя мама занимается лыжами со школы уже. А ты сама? Я сама. Она меня научила кататься на лыжах. Обе девочки сдали нормативы ГТО. Лиза получила бронзу, Ульяна – заветное золото. Это общее достижение спортсменок, их родителей и педагогов. Практически каждый месяц наши школы посещаю. Я вижу, что проходят уроки физкультуры в третьей четверти на лыжах. Молодцы наши директора, молодцы наши педагоги, потому что дети должны у нас уметь бегать на лыжах. Потому что это, во-первых, их здоровье, их проведение на улице час-полтора. Пусть они немножко себя проявят. И именно класс – это дружба, поддержка друг друга. Я считаю, что это очень здорово. Более 230 участников пробежали дистанции от 1 до 5 километров в зависимости от возрастных нормативов. Все получили на память об участии свои номера и спортивные шапочки. А настоящим подарком стал Ганди Кап в полторы минуты от показанного времени, как скидка за участие в соревнованиях в сложных погодных условиях. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».